В Беларуси в течение Великого Поста и Светлой Седмицы храмы не закрывались. Лично выступил против закрытия церквей президента Республики Беларуси Александр Лукашенко. Александр Григорьевич вместе с младшим сыном Николаем в праздник Пасхи зажег свечу в Благовещенском храме одноименного мужского монастыря в деревне Малые Ляды. Наименьше нигде разъяснил свою позицию. Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Подчеркнул Александр Лукашенко. Я всегда приходил и буду приходить в храм, как бы ни складывались обстоятельства. Это святое. Это принцип моей жизни. Хочу, чтобы и вы руководствовались самыми добрыми и светлыми принципами. И тогда он, Господь, увидев это, обязательно поможет. Рассуждая о сложной эпидемиологической обстановке в стране, глава белорусского государства озвучил свою позицию. Коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия. Я должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму. Я не приветствую такой политики. Желаю вам быть здоровыми, потому что воскресение Христово – это свидетельство победы добра над злом. Это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что он не боялся, он жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Не переживайте. Если вы чуть-чуть сделаете навстречу своему здоровью и спасению, чуть-чуть, маленький шажок, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены. Если мы будем вместе, все будет хорошо. Я только что сказал, что все народы мира страдают сегодня и от того, как нагнетается ситуация в этом мире, и от болезней. Я хочу из этого храма обратиться к нашим братьям, россиянам и украинцам. Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, даже сложнее у них сегодня, чем у нас. Я хочу от всех нас, от белорусов, пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую рукотворную, созданную нами самими. Пусть белорусы и украинцы, наши братья, живут в мире и согласии. Я уверен, если они будут верить и также будут стремиться жить, они преодолеют эти невзгоды. Все преодолеют. Субтитры создавал DimaTorzok